Всем привет, с вами Прия. Сегодня, находясь на ПТРе, заметил весьма такую интересную вещицу в плане достижений. Я люблю редко так заходить на ПТР, искать что-либо новое и делать вам небольшой вброс инфы, чтобы вам было как-то приятнее, что ли, подготовиться к конкретно новым обновлениям. В текущий момент это новое обновление 7.2, которое, как я думаю, выйдет где-нибудь там в мае, июне, ну так ближе к лету, потому что контент реально, его много, контент реально интересный и на него нужно уделять какое-либо время. Уделить это время летом проще всего для кого-то, для школьников, для студентов, для студентов не очень, но не уходя от темы, смотрим достижения. Итак, те достижения, о которых пойдет сегодня речь, это коллекции, вкладка модели. Если же мы откроем на живых серверах это достижения, эти вкладки, то самым верхним достижением, если они у вас выполнены, конечно, это будет стиляга и вот эти вот всякие рубашки, накидки, перчатки, наплечники и прочее, прочее, прочее. То есть те слоты, которые у вас в текущий момент есть. Но что добавляют в 7.2? В 7.2 добавляют вот такие вот достижения за мини-сеты. То есть, допустим, в текущий момент у меня есть только одно достижение, потому что я перенес на ПТР-версию, на тестовую версию Варкрафта лишь воина, на котором у меня одет только мой сет, к том, которым я хожу, и то он, в принципе, неполный. Итак, соберите комплект брони для любого класса из зоны испытания доблести. Это сеты типа те, которые впадают с гарма, поэтому достижение так и выделено. Гармонирующие оттенки, гармонирующие. Итак, открыв коллекции, открыв вкладку моделей, можно у меня конкретно найти вот такой вот сетик. Шлем с забралом избранных мертвецов. Если же примерять его полностью, то этот сет, ну, что-то вам навеет, скажем так, и, возможно, вы его уже где-то когда-то у кого-то видели. Либо видели его в дропе у кого-либо, допустим, то есть, проходя испытания доблести, этот сетик может упасть. Конкретно с гарма, что самое интересное. Это один из них. Этот же сет, он дается за квест, по которому нужно собрать тысячу фрагмент душ валарианов. Собирая тысячу, вы получаете сетик на свой класс. Считается или нет он в эту в эту ачиву, тут я уже ничего не скажу. Увы. Давайте глянем, какие сеты, какие достижения есть ниже и за что, собственно, можно их получить. Из огненных недр, из логова крыла тьмы, храма анкиража. То есть, если так потихоньку листать и смотреть, можно понять, что это те сеты, те достижения, которые использовались в каких-либо старых дополнениях, в старых контентах. То есть, любого класса из Эльдуара, испытания крестоноса, цель ледяной короны, прочее, прочее, прочее. То есть, постепенно так листая, можно, ну, не знаю, даже увидеть выход рейдового контента, что ли, если вы, допустим, вообще новичок и вам интересно все это дело. Почему бы и нет? То есть, первый, третий, ну, тут сезоны пвпшные уже пошли. Если, вот, мне интересно на самом деле, в текущий момент сеты имеют шесть кусков, а старые сеты имели пять кусков, нужно ли будет одевать все пять или все шесть кусочков с целью того, чтобы получить достижение, например, комплект брони с целью ночи. Ну-ка, если взглянуть, сейчас у меня четыре кусочка есть в наличии, попробуем их приодеть, и если мы получим очиву, это будет очень классно. А что-то ничего не произошло. Это получается шесть, что ли, надо кусков? Да не, ну, так не интересно. Я так не играю. Я думал, всего лишь четыре надо одеть с целью получения двух тир-бонусов. Как-то, ну, такое себе. На самом деле, все это дело будет видно, еще все это дело тестируется, на то он и ПТР, но если вы следили за какими-либо видео, которые были раньше, то там было всего лишь то ли четыре, то ли пять достижений по типу «Получите комплект брони из цели адского пламени», «Получите комплект из цели ночи», «Получите, по-моему, ПВП-комплект 18 и 19 сезона». Но сейчас разработчики решили сделать намного лучше и ввести такое достижение для каждого сета из определенного рейда или определенного ПВП-сезона. Весьма интересно для коллекционеров, к тому же наши, скажем так, наборы преобразились и теперь их можно увидеть полностью, не щелкая по каждому и не примеряя. То есть вот так вот потихоньку отлистывая, можно это дело все абсолютно увидеть. Гляньте, какие кусочки у нас имеются, которые, то есть, закрашены, и каких у нас нету. Те, которые, собственно, не закрашены. Получается, желтым шрифтом написано то, что у нас уже есть из сетов, серым то, что вообще ничего нету, а зеленым то, что есть чуть-чуть, скажем так. И тут даже маленькая такая зеленая полоска есть, не знаю, видите вы ее или нет, но я ее отчетливо вижу, которая показывает прогресс в плане типа как процентов нашего сета. Весьма интересно, то есть, почему бы и нет. Весьма классно. А получается то, что полным сетом, скорее всего, будут считаться абсолютно все фрагменты, даже не те, которые являются сетовыми, скажем так. То есть, придется попотеть, чтобы собрать полный кусочек. Желаю вам удачи в этом. 7-2. Надеюсь, выйдет тогда, когда мы хотим. Ближе к началу лета. Ну или мая. Там уже каждый как для себя сам захочет, скажем так. Всех вам благ, счастья, здоровья. Легендарок побольше. Ласкорова.